Пока идет подготовка к переговорам, сирийская армия продолжает уничтожать инфраструктуру террористов. Провинция Дираа, ВВС Сирии, разбомбили большой склад оружия и боеприпасов. При поддержке Воздушно-космических сил России и ополчения ликвидированы командные пункты боевиков на юго-западе страны и северные окрестности Дираа теперь зачищены от террористов. И в Сирии все больше людей вступают в добровольческие отряды для защиты своих городов и сел. Наш корреспондент Александр Батухов встретился с девушками, у которых были серьезные причины пойти на войну и сменить гражданскую одежду на военную форму. Первый день в учебке новобранцы женского батальона изучают автомат Калашникова. Многие из девушек никогда оружие не разбирали. С непривычки детали автомата, но никак не хотят вставать на место и требуется помощь инструктора. Это нужно сделать так. Понятно? Понятно. Набор в этот женский батальон, а он не единственный в сирийской армии, завершился неделю назад. Желающих послужить родине оказалось почти в два раза больше, чем требовалось. Но взяли только лучших. В итоге в учебку отправили 130 девушек. Рами Шиха лишь недавно исполнилось 18. Своё заявление она подала одной из первых. На вопрос, зачем ей нужна армия, отвечает, не задумываясь. Боевики убили моего брата. Я не могу сидеть, сложа руки. Не могу смотреть, как гибнут наши мужчины. Я хочу вместе с ними защищать свою родину. Желание помочь стране избавиться от террористов для всех этих девушек – главная причина, побудившая их надеть военную форму. В семье Ханади Халиль все братья сейчас на фронте. Тем не менее, родители были не против и дочь отправить в армию. В мирной жизни эта девушка работала в банке. Теперь я в армии. Родители мною гордятся. Конечно, им тревожно за меня, но в семье меня никто не отговаривал. Здесь я записала снайперскую роту. Правда, не знаю, возьмут ли. Весь батальон разделили на четыре роты. Одни будут заниматься медициной, другие – связью, третьи пойдут на штабную работу. А некоторые после обучения действительно возьмут снайперские винтовки. Понятно, что оружие доверят не каждый, но оказаться на передовой хотят все, без исключения. У нас считается, что если девушка взяла в руки оружие и убила врага, то за это она попадет в рай. А вот бандита ждет только ад. Я хочу, чтобы всех террористов, которые захватили мою родину, ждала только такая участь. Женский батальон входит в состав 145-й бригады сирийской армии, которая находится в городе Баниас, провинция Тартус. Общая численность этого подразделения – около тысячи человек. Женщин разместили вот в такой казарме. Она ничем не отличается от мужской. Такие же двухъярусные кровати и шерстяные одеяла. И распорядок дня у женщин точно такой же, как и во всей бригаде. Для них не делают никаких исключений. На всю казарму ни одного зеркала. Но, кажется, девушек это даже не смущает, как и не пугают бытовые трудности казарменной жизни. Здесь все очень просто устроено. Конечно, нам бы хотелось хотя бы тумбочки получить, чтобы разложить личные вещи. Сейчас мы их храним в своих сумках. Но все эти неудобства лично меня не пугают. В отличие от мужчин, женщины в армии имеют некоторые привилегии, по крайней мере, в этой провинции, чье руководство ежемесячно будет выдавать за службу продовольственный паёк семьям военнослужащих. Девушки пройдут интенсивный курс подготовки. Это и физические упражнения, и навыки медицинской помощи, и, конечно же, обращение с оружием. Стрелять мы научим каждую девушку. После трёх недель обучения девушек ждёт экзамен. И чтобы отправиться служить на передовую, сдать его нужно как минимум на хорошо. Александр Батухов, Юрий Шолмов, Гурам Розилов и Дмитрий Синицын. Первый канал. Сирия.